Как парни относятся к девушкам, которые делают первый шаг? Я не вижу никаких проблем с девушками, делающими первый шаг. Я женился на девушке, которая сделала первый шаг. Это считается ответом на ваш вопрос. Буквально каждый парень будет очень рад, если вы сделаете первый шаг. Думаю, большинству парней это понравится. Мужчины, как правило, редко получают комплименты. Поэтому, если девушка сделает первый шаг, вероятно, это будет лучшим комплиментом, который они когда-либо получали. Я думаю, что это должно расцениваться как равноправие между полами. Кто хочет сделать первый шаг, делает это. Никаких обязательств, никаких предубеждений. Мне это нравится, потому что я не хочу этого делать, и к тому же я боюсь, что сделаю что-нибудь не так. Так лучше, потому что это снимает с меня груз ответственности. Сюрприз, конечно, но приятный. Я бы подумал, что меня обманули. Обманули ли что-то в этом роде. Потому что это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Честно, по-моему, это чертовски мило. Давайте, дамы. Я был бы очень рад, если бы они набрали смелости пригласить меня на свидание. Я был бы признателен, потому что я слеп на намеки. Я бы не возражал, как человек, который не может читать между строк и улавливать то, что называется тонкими намеками. Нам это нравится. Оба человека должны сделать первый шаг и вообще встречаться. Это не значит обманом заставить кого-то полюбить тебя, а взаимный интерес, стремление понять друг друга. Моя супруга сделала первый шаг и недавно мы отпраздновали нашу 51-ю годовщину свадьбы. Потому я отлично к этому отношусь. Ведь если бы не ее смелость тогда, нас бы не было. Было бы неловко, если бы это случилось со мной, потому что я гей. Поверь мне, я бы не отказался. Я не боюсь проявлять интерес к девушкам первой, но если вы это сделаете, я не скажу нет. Я буду только приятно удивлен вашим поступком. Отличная идея. Что касается парней, особенно социально неуклюжих, ведь им действительно трудно сделать первый шаг к девушке, который им нравится. Есть ли на самом деле парни, которые откажутся встречаться с девушкой только потому, что девушка сделала первый шаг? Я все еще жду. Лично мне сама мысль о том, что девушка сделает первый шаг, кажется странной. Если она делает первый ход, то она автоматически получает бонусные очки. Девушки должны делать первый шаг так же часто, как и мужчины. Я считаю, что если парень расстроен из-за того, что женщина сделала первый шаг, то он, вероятно, сексист и обладает токсичной мужественностью. Это самый первый сигнал женщине избегать его. Я думаю, что это делает девушку более привлекательной, потому что она проявляет свою уверенность и инициативу, а также и то, что она не боится нарушать социальные нормы. Пожалуйста, делайте это чаще, ведь свидания были бы гораздо менее напряженными, если бы обе стороны просто были откровенны друг с другом. Это было бы намного проще, чем делать намеки и надеяться, что мы их заметим. Это лучшее, что может случиться. Я раздражаюсь и не знаю, как реагировать. Думаю, это зависит от обстоятельств. Приятно, когда люди честно проявляют интерес, но для меня это может стать чем-то вроде красного флага. Если бы девушки никогда не делали первые шаги, то я бы навсегда остался один. Это отлично, ведь всем приятно время от времени чувствовать себя желанными. Кроме того, лично я никогда бы не стал встречаться с девушкой, которая думает, что только мужчина может сделать первый шаг и, как правило, именно такие девушки относятся к тому типу, который думает, что мужчина всегда должен платить. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось хотя бы раз в моей жизни. Если не ты, то кто-то должен это сделать. Честно говоря, это очень мило. Дайте мне знать, что я заинтересовал вас и я способен проявить инициативу в дальнейшем. Такого я еще не испытывал. Придется подождать, чтобы увидеть, нравится мне это или нет. Никто не любит делать первый шаг, независимо от вашего пола. Ведь другой человек не всегда может оценить то, что вы проявили к нему интерес. Мне бы это понравилось, ведь это не глупые знаки, которые не могут расшифровать даже топ-10 историков и алгоритмы ЦРУ. Это не только приемлемо, но и предпочтительно. Я не возражаю и не думаю, что это уменьшает мужское доминирование над женским. В здоровых отношениях и женщина, и мужчина должны иметь одинаковое количество доминирования по отношению друг к другу, на мой взгляд. На самом деле я бы хотел, чтобы девушка сделала первый шаг, но там, где я сейчас живу, принято, чтобы мужчина приглашал женщину на свидание. Для девушек, которые боятся получить отказ, поверьте, мы не будем вас ругать или оскорблять. Если вы нам не нравитесь, мы просто скажем об этом. Да, это будет немного неловко, но мы постараемся изо всех сил не обидеть вас. Ведь у большинства из нас есть общее представление об отказе. Мы были там и понимаем, что вы чувствуете. В наши дни это должно быть стандартно. Честно говоря, я предпочитаю его. Я редко делаю первый шаг, потому что у меня есть такой страх отказа, поэтому я уверен, что упустил довольно много возможностей за эти годы. Любой, кто считает, что мужчины всегда должны делать первый шаг, вероятно, слишком поглощен гендерными ролями и не станет хорошим партнером. Это здорово, бывает трудно понять, заинтересована ли девушка и многие из нас хотят избежать чувства стыда и боятся, что им откажут. Мне нравятся девушки, которые знают, чего хотят и идут за этим. Хотелось бы, чтобы это случалось чаще. Кажется, то, что мужчины должны инициировать отношения, это часть нашей психологии. Но лично я не люблю инициацию и приветствую, когда женщина делает первый шаг. У меня не было бы никаких сомнений по этому поводу, черт возьми. Это, вероятно, заставило бы меня чувствовать себя особенным, если честно. Но стоит заметить, что такого опыта у меня еще не было. Я не вижу в этом никакой проблемы. Честно говоря, я не понимаю, почему от парней всегда ждут первого шага. Я бы хотел, чтобы они делали это чаще. Пожалуйста, сделайте первый шаг ради любви. Это беспроигрышный вариант как для парней, так и для девушек. Им нужно перестать прятаться за отговорками и просто делать это. В любом случае, это не конец света. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше подобного контента, переведенного на русский язык специально для вас. И еще раз всем большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok